Доброе утро! Меня зовут Эрика Шолер и в эфире рубрика «Де Юре». На прошлой неделе мы поговорили с вами о том, как взыскивать элементы. Сегодня мы с вами усложним задачу и поговорим о том, как взыскать элементы с тех, кто не проживает в Эстонии, то есть находится за границей. Хальди, расскажите нам, пожалуйста, с чего начинается взыскание элементов с родителя, который не проживает на территории эстонского государства? Первое, что непременно должно быть, это вступившее в силу судебное решение. Без него ничего нельзя будет даже начать. Но если решение суда уже имеется, то тогда можно обратиться снова в тот же суд, который вынес решение. Так сказать, вернуться и сообщить, что решение суда следует отправить в другую страну и обязательно сказать куда. В суде знают, какие документы нужно будет дополнительно собрать. После того, как документы собраны, нужно добавить заявление и составить расчет задолженности по состоянию на сегодняшний день и отправить все в Министерство юстиции. На портале юристайтап.ее есть форма заявления, образец сметы задолженности и подробные инструкции, с чего начать и куда обращаться. Какие есть возможности у Министерства юстиции для взыскания долга? Что можете проверять? Мы можем отправить ходатайство в соответствующий департамент конкретного государства. В большинстве случаев это Министерство юстиции, где при необходимости дело пройдет через суд. В суде другого государства не будут заново взыскивать элементы. Это формальная процедура для проверки того, чтобы права всех сторон были соблюдены. После этого решение направится в соответствующую организацию для исполнительного производства. Там уже могут проверить доход и имущество должника по алиментам, имеется ли у него недвижимость и непременно оставят ему прожиточный минимум в соответствии с законами конкретного государства. А может ли родитель напрямую обратиться к судебному исполнителю в другой стране? Конечно, может. Но перед тем, как обратиться, следует провести некоторые формальные процедуры, чтобы решение было исполнимо в этом государстве. Если речь идет о европейских странах, то необходимо получить конкретный сертификат, который выдает наш суд. По нему можно взыскать долги в других государствах за конкретный период. Например, для Европы существует временное ограничение. Долг можно взыскать за период не ранее 2011 года. Когда все формальные процедуры пройдены, то можно обращаться. Насколько, по-вашему, это длительный период взыскания долга? Что показывает ваша практика? Если необходимо пройти через формальное судебное производство, то в разных странах эта процедура займет от полугода до года. После того, как дело поступит к судебному исполнителю, то в зависимости от страны пройдет от трех до шести месяцев, прежде чем хоть какие-то деньги начнут поступать. Ускорить это никак нельзя. Следует запастись терпением. Есть ли статистика, какое количество должников проживает в какой стране? На сегодняшний день у нас в производстве примерно 650 дел. Из них половина – это требования из-за границы в Эстонию. И другая половина – это то, что требуем мы. Абсолютное большинство – 550 случаев. Это дела с Финляндии. После нее идут Великобритания, Швеция и Норвегия. Это те страны, куда эстонцы уезжают на работу в поисках лучшей зарплаты. С Россией дело обстоит несколько сложнее. Мы, как государственное учреждение, можем помочь людям получить признание решения эстонского суда в России. Тогда оно приравняется к российскому судебному решению. Но, к сожалению, сейчас нет ни одного правового акта, который позволил бы нам попросить в России помощи для отправки документа судебному приставу. Эту проблему придется решать самому взыскателю долга. Мы можем дать информацию, где в России найти агентство по востребованию долгов. Но сами мы не можем отправить документы судебным исполнителям. Человеку придется это делать самому. Можете вы дать какой-то универсальный совет нашим людям, чтобы каким образом им поступать, чтобы побыстрее получать средства для проживания. Или такого совета нет. Не следует ждать до последнего момента. Одна из характерных для жителей Эстонии вещей, с которыми мы годами сталкиваемся в своей работе, это то, что наши люди ждут до последнего, до того момента, когда с деньгами уже очень плохо. И только потом выясняется, что у вас пройдет примерно от полтора до двух лет, прежде чем вы получите хоть какие-то деньги. Это, конечно, очень сложно осознать. Поэтому чем быстрее вы запустите процесс, чем быстрее начнете, тем быстрее получите желаемый результат. При взыскании алиментов за пределами эстонского государства необходимо вступившие в силу решения о взыскании алиментов, переведенное решение о взыскании алиментов с подготовленным пакетом документов со стороны суда, который рассматривал дело о взыскании алиментов, заявление с портала юрист.айтоп.ее о взыскании алиментов, калькуляция о сумме долга на момент подачи заявления и самообращение в Министерство юстиции. В следующей рубрике мы с вами поговорим об ограничении права попечения.